В этом видео мы будем обновляться до самой новой операционной системы macOS Tahoe 26 и я буду обновлять свой mac mini на процессоре M4. Здесь установлено 512 гигабайт внутренний диск и 16 гигабайт оперативная память, процессор M4. Обновление будет производиться через режим DFU. Это самый надежный и профессиональный метод, если у вас все данные сохранены на отдельном диске и вам нечего терять. Для обновления нам понадобится, естественно, сам компьютер, кабель, у меня стандартный от iPhone 15, и донор любой компьютер на операционной системе Mac 2025 на процессоре M4. Приступаем к обновлению. В моем случае на ноутбуке установлена самая последняя версия macOS Tahoe 26 и теперь подготавливаем. Значит, обязательно вставляем в зарядное устройство ноутбук. Я делаю это во второй раз, надеюсь, я ничего не перепутаю. Итак, самое главное, нам необходимо теперь его ввести в режим DFU для полного восстановления и обновления до новой операционной системы. Делается это очень просто. Вставляем кабель в компьютер, в ноутбук. Так. И другой конец вставляем в Mac mini. Обязательно вставляем его там, где молния, иначе ничего не получится. Есть. И теперь здесь необходимо произвести следующую манипуляцию. Нам необходимо зажать кнопку включения и одновременно вставить кабель питания. Так. Вот я зажимаю кнопку включения. Смотрите. Нажимаю и вставляю кабель питания одновременно. Так. Есть. Так. Вот у нас уже появилось меню. И должен заморгать вот таким вот оранжевым сигналом. Все. Это означает, что наш Mac mini находится в режиме DFU. Мы его ложим рядом с нашим компьютером для восстановления. И теперь нажимаем. Finder. Mac. Восстановление. Восстановить. Все. Обратите внимание, что сейчас происходит скачивание прошивки. Давайте я сделаю на весь экран. Во время обновления ничего не трогаем. И теперь мы наблюдаем за восстановлением и обновлением нашего Mac mini. Строго следим за процессом восстановления. И обязательно дожидаемся конца выполненной операции. Сейчас в данный момент ноутбук скачивает самую новую систему Mac OS Tacho. И перепрошивает наш Mac mini до самой последней версии. То есть он полностью стирает старую операционную систему. Прямо полностью до конца. И программирует самую новую прошивку. То есть это самый идеальный вариант для того, если у вас какие-то возникли ошибки, проблемы с вашим Mac mini. Он стал зависать, либо плохо работать. Восстанавливайте его через DFU. Настраивайте как новый. И он будет работать у вас как с завода. Ждем окончания всей операции. Да, вот это стадии проверок здесь. Интересно. Итак, как мы можем видеть, у нас появилось сообщение о том, что Mac успешно восстановлен. И теперь мы можем его отключить от ноутбука. Нажимаем ОК. И отсоединяем провод от ноутбука. Здесь мы можем тоже все закрыть. Мне необходимо мой Mac mini сейчас подсоединить к док-станции, ко всем кабелям и к монитору. Сейчас я отключаю кабель. Вот он. И выключаю Mac mini кнопкой. Держим долго вот так вот. И выключаем. Все, что-то он там заговорил. Все. Следующий шаг. Настройка операционной системы после восстановления через DFU. Теперь, ребята, очень важно, если у вас в вашем Mac mini очень мало места. Для того, чтобы удалить скачанный файл, нам необходимо произвести следующую манипуляцию. Зажимаем Shift-Command-G. У вас появится специальная папка. И здесь вот вы видите имя пользователя. Нам необходимо перейти в папку Library iTunes Mac Software Updates. Выделяем это. Нажимаем два раза. И мы с вами попадаем в скрытую папку, где находится сам файл прошивки операционной системы Mac OS Tacho 26. Давайте я вот сейчас покажу вам информацию. Так. Вот, обратите внимание. 18 гигабайт 27. Итак, в данный момент у нас доступно 434,34 гигабайта. И давайте мы с вами этот файл сейчас удалим. Так. Удаляем. Опустошаем. Да. Вот, видите, сразу у нас поменялась память. Я знаю, что у многих из вас очень мало места на диске. У кого-то совсем маленький минимум 256 гигабайт. Поэтому для нас каждый гигабайт имеет значение. Переходим к настройке самого Mac Mini. Итак, ребят, я все настроил, подключил все провода, док-станцию, все как у меня было. Мышка у меня от Apple оригинальная, клавиатура новая Logitech K750, которая работает на солнечных панелях. Итак, первое включение после обновления. Прекрасно. Обожаю звук, включение. Монитор у нас включен. Смотрим, что будет. Как мы можем видеть, у нас все обновилось прекрасно. И сейчас мы будем настраивать нашу систему. Очень красивая заставка Tahoe. Это озеро в США, в Калифорнии. Так, мышку давайте мы сейчас подключим. Нажимаем Enter. Все. И перед нами самая новая операционная система и настройки. Ну, давайте мы сейчас выберем. Как обычно, я выбираю немецкий язык. Но почему-то мышка не хочет соединяться. Мышка, ты что? Да, да, да. Подожди, подожди. Сейчас. Я же без мышки-то не смогу ничего сделать. А, точно. Мне же мышку нужно же по проводу сначала ее соединить. Я же новичок, ребят, вы же. Понимаете сами. Вставляем провод вот так вот в нашу мышку. Так. Вставляем в USB. Так. Сейчас она должна соединиться. Так. Можно уже? Думаю, да. Ну-ка. О, все заработало точно. Так, все, убираем кабель. А то без мышки я просто как без рук. Так. Ну, давайте настраивать. Доступны все языки, естественно. Так как я нахожусь в Австрии, я выбираю немецкий язык. Так. Выбираем страну Австрия. Первая стоит. Продолжить. Так. Здесь мы выбираем настроить Mac как новый. Так. Обращение, естественно, мужское. Язык у нас немецкий. Клавиатура немецкая. Диктовка немецкая. Все, нам ничего здесь не нужно делать. Но это не надо нам. И теперь соединиться нужно с моей домашней сетью. Соединить. Происходит соединение. Надеюсь, я пароль с первого раза правильно ввел. Да. Все хорошо. Все. У нас появляется настройка такая же, как и в айфоне. Нажимаем продолжить. И здесь выбираем имя. Александр. Александр. Все правильно. Так. Давайте оставим сову. Продолжить. Здесь я обычно всегда вхожу позже. Принимаем лицензионное соглашение. Так. Активируем геолокацию. Так. Здесь я отключаю всю эту вот статистику лишнюю. Экранное время мы позже настроим. Что касается вот этого вот пункта Apple Intelligence. Это искусственный интеллект. Я его добавляю позже, потому что сейчас от него абсолютно толку никакого нет. Он просто занимает место на диске. Поэтому можно активировать позже. Если вы хотите, можете включить его сразу, конечно. Siri я отключаю тоже, потому что Siri я не пользуюсь никогда. И вот это важный момент. Обязательно активируем защиту файл Valute. Это у нас шифрование внутреннего диска. Это очень важно тоже. Ставим автоматически. Обязательно ставим, чтобы все у нас автоматически обновлялось. И нажимаем продолжить. Добро пожаловать. Нажимаем Enter. Все. Перед вами самая новая операционная система Mac OS Tacho. Мы с вами все сделали корректно. Давайте еще проверим у нас в настройках. Об этом Mac. Да, все, пожалуйста. Вот версия 26 Mac OS Tacho. На этом у нас процесс обновления полностью завершен. Теперь мне остается настроить мою операционную систему, как я обычно привык ей пользоваться. Мои персональные настройки. Если у вас возникли какие-либо вопросы, то обязательно пишите их в комментариях. Будем смотреть, разбираться вместе. Если что-то пошло не так, или хотите что-то спросить. У меня все получилось. И если у меня получилось, то должно получиться и у вас. Благодарю за внимание. Всем пока. До новых видео.